Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня и сейчас вы видите уникальный телефон. Почему? Потому что вы помните, как мы все бежали и покупали Realme GT Neo 2. Почему? Потому что там было магическое слово Touch 600 Гц. В Realme Q3s экран 144 Гц. Понятно, что такое обновление, такой процессор, скажем, мягко, мало где может вам показать с одной стороны. С другой стороны, они выпилили из смартфона Realme вообще практически все, что что-то стоит из разряда вам не надо, если вы играете. И у вас получился игровой смарт. Притом, выглядит он абсолютно как обычный. Основной его плюс, как всегда, у китайцев для Китая. Дешево, сердито, с хорошим железом. Не самая ужасная камера, это Петербург здесь всегда так пасмурно. И специально вот такой вот вид урбанистический, потому что в новых районах только так. Тем более, это не Питер, это под Петербургом Мурино, напоминаю, кто не в курсе. Не забываем подписываться с колоколом, не забываем, что этот смарт стоит в районе двух сотен долларов. И чего-то от него суперского ожидать не стоит, это раз. Два, суперское в нем есть, помимо всего, что я перечислил ранее. Это 11 часов автономности, что является космосом. Быстрая зарядка идет в комплекте на скромных 30 ватт, но все равно он заряжается довольно неплохо. Сразу очуменный минус у камер, помимо съемки от Realme, которая не является суперской, у них нет ширика. Он вам особо и не нужен, если вы для игр его покупаете, но все-таки. Остальные недостатки вы узнаете в ролике. 200 долларов таможню платить не надо. Еще раз напоминаю, что съемка ведется как раз на Realme Q3s. И особенность в чем сейчас я хочу акцентировать ваше внимание обязательно. Черт с ним, что 144 Гц. Самое главное, что это наконец-то IPS-экран. IPS-экран в телефоне среднего ценового сегмента. Я за него отдал конкретно, по-моему, 16 тысяч на распродажу. Понятно, что я потом после этого не платил никакой таможенный сбор. Вроде бы там 92 рубля он у меня был. В итоге смарт оказывается более чем уникальным, потому что с IPS-ом на рынке вообще практически ничего нет. И насчет 600 нит, опять же, я буду говорить, что где-то мне их не хватает. Это исключительно при ярком солнце. Вспоминаем, что в Петербурге его, в принципе, бывает сколько? Наверное, 40 дней в году его еще найти надо между этими, этих высоток. Вот и все. Смотрим. И всем еще раз привет. Начнется игровое кино. Да начнется оно. У меня здесь очень интересный девайс. Я уверен, что вы, посмотрев обложку, послушав вход и все остальное, уже обратили внимание на него. Я люблю китайцев. Я люблю китайцев от Realme. Почему? Потому что они запихивают топовое железо в свои девайсы. При том, что после того, как они его запихали благополучным образом, они все это топовое железо продают довольно выгодно. Сразу недостатки подобных девайсов. Потом приходится шаманить довольно сильно. Видите, вскрыто. Хотя я просил не вскрыто отправить мне. Ну ладно. Потом приходится очень долго шаманить, чтобы приходили своевременные оповещения. Помимо всего этого, у данных девайсов, разумеется, нет гарантии в Российской Федерации. И вот такие вот переходники ужасные китайские. Хотя есть по 50 рублей нормальные в продаже. Открываем. Смотрим. Желтая коробочка стандартна. Еще раз объясняю, что по идее эта коробка должна была быть полностью запечатана. Я его просил продавца отправить без Google. То есть здесь не должно было быть Play Market от Google. Ну черт с ним. Решил он так отправить и решил. Видно, что телефон вскрывался. Некритично, но неприятно. Наклейка на месте. Дальше смотрим сразу комплект. Зарядка Dart Charge на максимум 30 Вт. Как-то слишком немного. 6 Ампер 5 Вольт. Экономят они. Кабель довольно длинный. Стандартный, толстый. С Type-C на USB-A. И разумеется скрепочка. Плюсы китайских смартфонов. Очень часто там звонилка от Google с возможностью записывать звонки без оповещений. Возможно это все дело убрали. Возможно нет. Но будем надеяться. Встает Play Market без проблем. NFC может работать, может нет. И это тайно покрытое мраком. Очень надеюсь, что NFC работать будет в данном смартфоне. Кстати, кто смотрит меня давно, пишите, стоит ли делать такие распаковки на полторы минуты на канале. Может быть это как-то освежит. Или наоборот лучше одни руки. Так что все зависит от вас, какой дальше будет контент. Из интересного. Запустился смарт практически моментально. Пришел на 50% заряда. Play Store уже на месте. Сейчас я проверяю благополучным образом какая-нибудь веселая деталь из разряда проблем при подключении. Подключаюсь к Wi-Fi. Притом шестому гигабитный интернет у меня. И он должен моментально. Да, подключился. Начнем мы, наверное, с самого простого. Включаю максимальную яркость. Выбираю частота. Частота дисплея. Максимум здесь у нас 144 Гц. Few Details. Окей. Что-то он мне предлагает разблокировать при этом. Но мне не особо это интересно. Можно, разумеется. Очень многие спрашивают, можно ли убирать дырочку фронталки. Можно. Можно выбрать такой вид. После этого пользоваться фронтальной камерой, не замечая ее. Все отлично подключилось к Wi-Fi. Пытаемся подключиться. Вот не люблю я, когда они лезут своими китайскими руками в телефоны. Потому что некрасиво это. Ты просишь покупать новый Smart, чтобы ничего туда не устанавливали. Они благополучным образом устанавливают тебе Play Market от Google. Нехорошо это. Уже предлагает обновиться. 191 мегабайт. Я нажимаю Download. И пока все это дело обновляется. Разумеется, улучшается камера. Этим обновлением улучшается security, безопасность. И улучшается работа с Wi-Fi. Вес 203 грамма. 204 грамма. Это прям очень много. Вспоминается сразу iPhone 13 Pro. И измеряем. 164 миллиметра. Ширина его. 75 миллиметров. 75 и 7 даже. По камерам. И не пишите мне, что я царапаю камеру. Я в курсе. Не сильно. 10,7 толщина с камерами. 8,7 миллиметра. Толщина без камер. Смотрим сразу, пока он опять же обновляется. Наличие слота под сим-карту. Отлично. Не гибридка, а две симки физические. Еще и карта памяти. Цвет, блеск, красота. И последний момент. Меня интересует, сможем ли мы поставить русский язык. Language. Русский есть. Все. У нас русский телефон. Смотрите. Magia Realme Change. Welcome. Все. Пожалуйста, телефон на абсолютно русский. На английском языке обновляется сейчас на русское обновление. Правда, на английском языке написано, какие конкретно будут изменения в телефоне. И этот смартфон я разыграю среди спонсоров канала. 1 декабря давно ничего не разыгрывал. А в принципе, для всех остальных розыгрышей моря читаем описание, какие сейчас актуальны. 30 числа будут минимум разыграны двое часов. А постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В этом месяце их разыграл еще 30 допами к двум распродажам. Может, на сейлах буду чаще разыгрывать. Подписывайтесь с колоколом. Посмотрите, наконец-то, обзор на Google Pixel 6 Pro, который я делал прямо с чувством на 34 минуты с примерами. Чтобы вы понимали, что супер топовые телефоны не такие топовые. И вот эти, о которых я рассказываю в лоукосте, они во многом даже лучше. И сегодня я расскажу о смартфоне Realme Q3s. На руках у меня китайская версия смартфона. Поставляется он на данный момент в двух вариантах цвета корпуса. Первый это ночное голубое небо, а второй цвет туманности. Дизайн стандартный. И в целом сейчас большая часть смартфонов практически одинаковая в этом плане. Но хорошо, что смотрится все прилично и аккуратно. Рамки и тыльная часть корпуса выполнены из матового пластика. Корпус относительно скользкий, без чехла. Не маркий, и пластик некоторое время выстоит перед мелкими царапинами. С другой стороны, вряд ли вы будете носить его без чехла. На корпусе расположена утопленная кнопка питания, кнопки регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, два микрофона, два динамика разговорные, основное звучание на борту здесь, кстати, моно. Производитель нам предлагает Real Sound. Также на борту есть мини-джек, ура, и слот на две сим-карты и одну microSD. Люфт у кнопок незначительный в наличии, но меньше, чем в Google Pixel 6 Pro. Не особо он заметный относительно его. Чувствуете, как я с iPhone 13 Pro, который перегревается до 50 градусов, в некоторых задачах переключился на Google. Летим дальше. Ознащен смартфон дисплеем на 6,6 дюйма IPS с разрешением 2412 на 1080 точек. Экран плоский, плотность пикселей как раз 401 ppi, норма. Пиковая яркость дисплея не космос, 600 нит в солнечную погоду. И при ярком свете вам, в принципе, яркости может и не хватить при прямых лучах. В помещении яркости хватает. Максимальная частота обновления экрана 144 Гц. Ее можно настроить под себя, выбрав один из трех вариантов герцовки. Умная семиступенчатая герцовка или, как написано в телефоне, автовыбор. Стандартная на 60 Гц и высокая, с которой экран будет выдавать максимум 144 Гц. Плюс есть плавная прокрутка в лаборатории Realme, и она реально работает. Тач здесь на 320 Гц. Автояркость работает ужасно. При ярком освещении смартфон вывел ее просто в ноль. Чаще всего работает с резкими перепадами и долго думает, чтобы перестроиться на нужный уровень яркости. Под разными углами тон картинки не меняется. Лишь слегка и незначительно темнит дисплей. Мультитач есть, берет все 10 пальцев. Разблокировать экран возможно при помощи сканера отпечатка пальцев, внедренного в кнопку блокировки. Прямо как у Xiaomi и у некоторых Realme. И распознавание лица. И то, и другое работает хорошо. Сканер отпечатка пальца работает шустро. По сравнению и с Pixel 6 Pro. Но в то же время один из пяти раз у меня промахивался. Распознавание лица срабатывает стабильно, отлично. И при повороте лица от экрана, конечно, не на 90 градусов, оно срабатывает тоже. В верхней левой части экрана имеется фронталка, далеко не маленьких размеров. Подбородок внизу экрана средний, а рамки минимальные, что хорошо. Летим дальше. Процессор на борту Qualcomm Snapdragon 778 с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 2,4 ГГц. Их, наверное, очень много осталось в Поднебесной, потому что на нем клепают, наверное, 50% смартфонов среднего ценового сегмента. Обвес в виде графического процессора Adreno 642L, что необычно кстати. Интерфейс Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Оперативная память здесь LPDDR5. По Antutu это нереал. Мне кажется, что там четверка все-таки. Потому что в некоторых других программах показывает LPDDR4. Еще учитывая, что память внутренняя здесь UFS 2.0, древняя. Во всяком случае, по мнению Antutu, все становится совсем странно. На выбор оперативки 6 или 8 ГБ, внутренней памяти 128 или 256. И расширить ее SD-картой можно до 1 ТБ. Плюс оперативную память можно расширить до 5 ГБ за счет встроенной. Но мы все понимаем, насколько это не круто. То есть это все фикция и, образно говоря, для маркетинга. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, гигабитный интернет, ура. Поддержка 5G сетей тоже есть, которая нам не поможет. Мобильную сеть ловит хорошо, хотя 7-й, BENT и 20-й не завезли. То есть если вы в селе, а не в городе, то вам это будет актуально. Если вы в городе от 10 тысяч человек, все у вас будет хорошо, они вам не нужны. Если вы в городе не катаетесь, и вам не нужен там 4G, которого там и так нет. И тем не менее, звучание при звонках неплохое. Вибро мощное, но не настраиваемое. Bluetooth последней версии 5.2. NFC, увы, не поддерживается, оплаты нет. Из навигации имеется GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZ, SS. При тесте GPS выдал 3 метра. Не космос, я привык от Realme. К одному метру, но тоже неплохо. Емкость аккумулятора 5000 мАч. PC марки выдал 10 часов 7 минут, и осталось еще 20%. И тест я проводил при высокой герцовке на максимальной яркости. Заряжается с нуля до сотку от блока питания на 33 ватта за 1 час 25 минут. Супербыстрой зарядки здесь нет. В комплекте, в принципе, 30-ваттная зарядка только. За час игры в Genshin Impact улетает 24% при высокой графике 30 фпс. Также при высокой герцовке и максимальной яркости, кстати. Во время игры никаких фризов не было. Телефон не нагревался до состояния, чтобы невозможно было держать его в руках без чехла. И яркость не понижал. Теперь к тестам. Троттлинг-тест прошел с неплохими результатами. 233 гипса минимально, максимально 333. И в среднем 271 гипс на 100 головках и 30 минутах. В бенчмарке в сингл-коре 788. В 3D-марке показал Wild Life 2465. Wild Life Extreme 686. Wild Life Stress Test 2461. Wild Life Extreme Stress Test 686. Слинкшот Extreme 5000 и Слинкшот 6262. Данный Antutu не самый топ, конечно, но в целом неплохо. Смарт выдал 493 тысячи попугаев. И так как у меня на руках сейчас еще Redmi Note 10 Pro Plus, я скажу, что это прямо космос, как хорошо. Просто мы относительно, наверное, смартфонов за 20 тысяч смотрим. А смартфоны до 16 500 тысяч попугаев. Это космос. Вспоминаем 580 тысяч у Google Pixel 6 Pro. Да? С лютым перегревом и сбросом потом до 4,5 сотен тысяч попугаев со второго же теста. Сторидж-тест показал 41 тысячу. На холодную стресс-тест прошел, и результаты теста вы видите на экране. В стыльной части корпуса расположен основной блок камер, который состоит из трех модулей. Основная камера на 48 мегапикселей. Черно-белый модуль на 2 мегапикселя с углом обзора в 88 градусов. И последний – это макрообъектив на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 21 мм и углом обзора в 88 градусов. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 30 фпс. Вряд ли это поменяется фронталка. Здесь у нас 16 мегапикселей с углом обзора в 79 градусов и максимальное разрешение для съемки здесь скромной 1080p 30 фпс. Примеры съемки вы сейчас увидите, но Realme все-таки не про съемку. Пример работы фронтальной камеры с Realme Q3S. Ночь. Мурина. Но уже восточная. Как западная и восточная Германия. И самое главное – у нас нет роллинг-шатра. Самое главное – будем смотреть стабилизацию с двух рук. Двигаюсь. Не думаю, что много времени необходимо для того, чтобы увидеть, что фронталка здесь, как и у всех Realme, не супер. Надеюсь, что вы пример смотрите на телевизоре, чтобы ощутить всю глубину голубин, либо хотя бы на компьютере, либо ноутбуке. Потому что на телефоне вполне возможно картинка покажется вам нормальной. Она неудивительно ненормальная, но она смотрибельна, особенно на смартфонах. У фронталки до этого был пример на 320. Пить сейчас 1080. Тоже роллинг-шатра нет. Особо картинка по мне не поменялась. Вместо лица – лицо, волосы видно на нем есть, на лице очки и в целом никакой структуры. Ладно, если поморщится – морщины видны. Но не особо фонтанно. В принципе, фронталка работает даже ночью и даже как-то стабилизирует при ходьбе. Очень близко. Все очень близко в этом ценовом сегменте. Хотя китайцы мне нравятся больше. Не знаю. Не знаю. Может быть, я себя убеждаю, что для китайцев делают лучше телефоны. Но если посмотреть на Realme Master Explorer Edition, либо про то, как они делают наушники для себя и для нас. Те же Huawei FreeBuds 4, в которых есть беспроводная зарядка. 500 тысяч раз буду напоминать, что китайцы себе делают с беспроводной зарядкой бокса. А нам нет. Почему? Ночь. Основная камера Мурина. Проверяем стабилизацию. Иду. Съемка с двух рук. Идет дождик. Минимальное количество ветра. Мимо проезжают машины. И в целом, единственное, что я советую вам не всматриваться здесь особо в примеры, а посмотреть примеры на то, как снимает Pixel 6 Pro почти за 100 тысяч рублей. Обзор уже на канале. Прожарки тоже. И вы поймете, что по большому счету все эти ночные съемки плюс-минус одинаковы, плюс-минус одинаково несмотребельны. Неважно, сколько стоит телефон. Конечно, можно себя убеждать. Это X5. Максимум X10 на фотографии. Но убеждать себя бессмысленно. Все это довольно так. Профтехник. Это не может ночью нормально снимать. Не говоря уже о таких смартфонах. И теперь еще 4К. 30 фпс. 60 фпс залочено. Возможно, еще будет. Также съемка с двух рук. Ночь. До этого было 1080p 30 фпс. Мне кажется, обрывов там было меньше. Но, конечно, качество картинки было хуже. Увеличиваем до X5. Увеличивать так же можно максимум X10. Но это один сплошной пиксель. Вообще, как будто пошутили. Так, пошутили и закончили. И давайте по фокусу. Может быть, попробуем автофокус. Сейчас в ночи никак работать не захочет, мне кажется. Не хочет он особо работать. Получилось. Получилось. Как радуешься, да? Когда просто он срабатывает. Получилось. В принципе, учитывая, что довольно темно. Никакого освещения нет. Все это было очень даже неплохо. Еще и дождик все равно мешает. Пусть слегка, но мешает. И тест двухоконного режима для Realme Q3s. Вы видите меня с фронталки. И основная камера, разумеется, снимает максимум. Кстати, можно еще увеличивать. X5 прямо с нее. Даже в двухоконном режиме. Охота за уточками. Увеличиваю до X10. Ну, я думаю, что вы видите. Пиксели. Вручную возвращаю. По поводу камер. Все. Control-C, Control-V. До такой степени у Realme все работает похоже. Что, видите, даже утки меня не боятся. Потому что это Realme. Они знают, что Realme плохого никому ничего не сделает. В целом, нравятся мне такие режимы. Вот они. Улетающие уточки. Сейчас я как раз их пофотографирую. Хорошо снимает. Относительно для Realme, если с двух рук, то тем более. 4К, 30 фпс, Realme Q3s, много уток, Муринский парк, день. И вы видите, что, в принципе, несмотря на то, что зима пока не удалась, снег уже сошел в Петербурге, съемка идет не нервирующая. Только уток нервируют слегка. Попробуем увеличить хотя бы X5. Вот X5. Нет, несмотребельно все это. Фокус прыгает. Все прыгает. По поводу фокуса, наверное, нужно все-таки попробовать протестировать это дело днем. Давайте попробуем на столбе. Печальном красном русском столбе. Или российском, правильно. Так. Раз. Два. Три. И... Может, чуть дальше. Чуть ближе, чуть дальше. Не хочет. Вот. Ну, будем считать 4. С автофокусом в данных условиях не особо все хорошо. Может быть, в других условиях как-то лучше будет. И немного фронталки. 1085. Те же самые условия. Те же самые уточки. Уже день. Днем снимает все намного лучше. Волоски видны. Увеличивать смысла нет. На большом экране то, что позади меня, будет выглядеть прямо, скажем, мракобесно. Но, опять же, фронталкой снимают не для того, чтобы видели люди, что позади вас, а чтобы они видели вас. Ну, во всяком случае, точно не на этом смартфоне радовать пейзажами при съемке себя. В целом, неплохо. В целом, неплохо. Игровой смартфон для китайского рынка без возможности оплаты. NFC. Google Pay не работает. Вот и все. По поводу процессора, я думаю, что вам его хватит за глаза, учитывая, что почти полтысячи баллов в Antutu, который также выбивает Pixel 6 Pro на второй раз. То есть, вы его один раз прогоняете, он показывает 680, а потом те же самые 470 на прожарке можете посмотреть. Так что смысла во флагманах, когда есть такие великолепные смартфоны, я особо не вижу. Ну, это я. Опять же, ну, если есть, окей, лишние деньги, можно какие-нибудь покрасивее игрушки себе покупать и подороже. А в целом, для звонков, для игр и всего остального, с головой просто и с запасом. Понятно, что Realme собирает все это дело из остатков, но хорошо, что собирает. Все лучше и лучше. Из минусов хочется выделить. Автояркость работает не супер. Самой яркости не хватает при ярком освещении. Лично мне не всегда хорошо срабатывает отпечаток пальца, хоть это и не критично. И последний фейл – это звучание моно. Вот здесь я не понимаю, зачем они так сделали. Цена по ссылке в описании к видео в районе двух сотен долларов во время распродажи. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, не во время сейла, поднимается до двух с половиной сотен долларов. Поэтому советую к этому телефону присмотреться во время распродаж. Не забывайте смотреть в телеграм-канале, какие сейчас интересные предложения, потому что идет Black Friday. Пролистайте хоть пять листочков, посмотрите, что и сколько должно стоить. Потому что близится декабрь, и там до распродажи неизвестно сколько, и неизвестно, какой будет курс рубля. Поэтому запоминаем эти цены, и когда-нибудь будем от них в восторге и радоваться. Но сейчас расстраиваемся, рубль-то просел. Резюмирую, камеры, хоть и не самый топ, но на данном смартфоне можно комфортно играть в тяжелые игры, и никаких неудобств в принципе не ощущаешь. Габариты устройства удобные в использовании, вес некритичный, при нагрузках не греется как чайник. И в целом показал он себя максимально стабильным. Поэтому девайсу однозначно и да, не забываем, один из спонсоров выиграет его 1 декабря, так что, кто хочет, подписываемся. Добра и удачи вам, дорогие друзья!